Мое видео об устройстве простой горелки на случай отсутствия газа и электричества за 3 недели набрало более миллиона просмотров. Лучше всего в ней использовать спиртосодержащие жидкости, сгорающие без копоти и запах. Но многие зрители задают один и тот же вопрос, где их взять. Сейчас я покажу, как в домашних условиях, используя подручные средства, получить жидкость для горения. А также расскажу об экономной, эффективной технологии, малозатратной, которая позволяет, тем не менее, получить довольно качественный продукт. Вот вы видите, как активно идет процесс брожения. В 6-литровую емкость из-под воды я налил 4 литра отстойной воды, добавил килограмм сахара, перемешал это. Потом отлил в пол-литровую баночку и добавил вот таких вот 100 грамм спиртовых дрожжей. Спиртовые дрожжи почему нужны? Потому что они дают больше выход спирта, нет пены и быстрее проходит процесс брожения. После этого, как я перемешал в этой баночке, полчаса постояла, появилась пена. Это говорит о том, что дрожжи хорошие и потом все это перелил обратно в емкость. Сделал водяной затвор, трубочка идет с пробки в воду и фактически уже через час пошли у меня пузырьки газа выделяться. Это говорит о том, что процесс брожения идет нормально. На 11-е сутки выделение газа из браги прекратилось и я ее поставил на балкон. И вот после ночи вы видите, что постепенно начало выпадать в осадок. Ко дну темнее, вверху светлее. Брага неделю постояла на балконе и сама осветлилась. Дрожжи выпали в осадок на дне. И теперь такую брагу с сифоном, тоненькой трубочкой нужно слить с осадка и перелить в чистый бутырь. Желательно потом еще профильтровать через ватные диски. Вот наша брага отфильтрована. Она имеет правильный кисловато-огрековатый вкус. И крепостью составляет где-то 10-12 градусов. Для чего нужно брагу такую очищать, фильтровать? Для того, чтобы меньше было в ней вредных веществ. И такую брагу можно спокойно перегонять за один раз. Без значительного ухудшения качества. И таким образом экономятся энергоносители в сложное военное время. Перегонный куб я сделал из старенькой 4-х литровой кастрюли. Можно больше по размеру. Такая у меня нашлась. Вот в крышке прослел отверстие. Ставил туда штуцер металлический. С обратной стороны затянул гайкой через прокладку. По ободу крышки в выемке вырезал из резины 2-х миллиметровое резиновое кольцо. И посадил его на силиконовый термостойкий герметик. Вот оно высохло. Далее на обод кастрюли надел разрезанную силиконовую трубку. По размеру. И стык обрезал. И тоже закрепил силиконовым термостойким герметиком. Одеваем так. И для того, чтобы вся эта конструкция прижималась. Вот у меня нашлась такая трубная врезка. Латунная. Две с половинки как хомутик. И с обоих сторон просверлил в ручках по два отверстия с одной и другой стороны. И прижимаем, накладываем. И прижимаем винтами и гайками с обоих сторон. Для того, чтобы оно плотно держалось. Эта крышка прижималась. И пар не выходил. После этого желательно конструкцию проверить. На герметичность наливаем обычную воду. Ставим на огонь. И проверяем. Чтобы потом не испортить брагу. Это у нас сухопарник, которым будут собираться селушные масла. Берем баночку из-под томатной пасты, например. В ее металлической крышечке. Просверливаем два отверстия. Вставляем туда два штуцера. Через силиконовые прокладки. Зажимаем гайками. Для герметичности. Штуцера можно купить на рынке. В один из штуцеров вставляем кусочек медной трубочки. И все это помещаем в банку. Закручиваем. И все. Сухопарник готов. Пошел на рынок. Купил вот такую трубочку медную. Небольшого диаметра. Согнул эту трубочку на горлышке от банки. От грибов. Или от чего найдете. Гнется нетрудно. Осторожненько. Вот такую спиральку сделал. Это для охлаждения. Змеевик из медной трубки. Можно было бы просто положить в миску с холодной водой. Но я решил его усовершенствовать. Вот видите. Просверливал в старой кастрюльке два отверстия. И вывел концы змеевика наружу. С небольшим уклоном. Вход чуть выше. Выход чуть ниже. Для того чтобы вода не вытекала. Загерметизировал. Эти штуцера. Холодной сваркой. Вот вы видите как работает собранный холодильник. Еще я просверлил отверстия. Стенки. Ставил туда медную трубочку. Загерметизировал с двух сторон. Холодной сваркой. Подсоединил к трубочке. Это вход. Внизу выход. То же самое. Кусочек медной трубочки. Загерметизировал холодной сваркой. И трубочками соединил. На вход холодная вода. И канализацию выход. Регулирую подачу воды. Так чтобы у нас сколько вошло жидкости. Столько и вышло. Вот вы видите. Я соединил трубками все составные части нашего аппарата. Перегонный бак. Потом сухопарник. И дальше холодильник. Налил воду. Но пока вода не сливается. И поставил бак на огонь. Еще видите. Уплотнил наш бак кастрюлю изолентой. Также сухопарник. Для того чтобы надежнее не выходил пар. Все основные части этого аппарата. Мне обошлись примерно в 500 гривен. А если покупать готовый самогонный аппарат. То это будет от 3000 гривен и выше. Как видите экономия очевидная. И вот через полчаса начал выделяться первак. Эти головы так называемые. Их надо отобрать. Примерно 70 миллилитров. Из 3 литров браги. Они состоят из ацетона. И это ощущается по запаху. Всяких эфирных масел. Метанола. Их пить нельзя. Вот мы их отбираем. Головы мы уже отобрали. Но уничтожать их не стоит. А можно использовать как жидкость для горения. Так как они высокоградусные. Теперь мы отбираем основной продукт. Так называемое тело. Периодически нужно контролировать крепость жидкости. И в интервале от 40 до 20 градусов отбирают так называемые хвосты. Они тоже содержат не очень хорошие вещества. Но и их тоже уничтожать не нужно. А можно добавить в порцию следующей браги для увеличения ее крепости. И вот мы видим, что крепость полученного продукта составляет около 70 градусов. Сейчас посмотрим, будет ли работать на нем наша горелка. Как видите, наша горелка горит и на такой спиртовой жидкости. Конечно, чуть хуже, чем на чистом спирте. Но все-таки в домашних условиях произвести жидкость для горения можно.